привет привет всех приветствую из одессы у нас сегодня солнышко птички чирикают и конечно хорошая солнечная погода легкий ветерочек вокруг все цветет там даже абрикосы уже начинают свести и вообще весна уже полностью наступила свои права и конечно близится пляжный сезон скоро можно будет загорать через пару недель немножко сегодня такой легкий ветерок конечно многие многие уже приготовились к пляжному сезону многие уже хотят где-то поближе к морю поехать потому что весна вот-вот уже разойдется так что будет жара и можно будет южных регионах патта и загорать а знаете вот я сегодня посмотрела по телевизору некоторые новости по поводу турции вот многие же конечно сейчас в апреле в мае на маевку на майские ездят в турцию это конечно же прекрасная страна для отдыха особенно сейчас весной когда нет еще жары и конечно множество людей приобрели путевки но какую новость я услышала что для россии для россиян общем россия закрывает границы с турцией так что до 1 июня вот с 15 апреля закрыты значит чартеры отменяются и конечно же отдых у многих будет перри перечеркнут потому что вот это вот самое лучшее время отдыха вторая половина апреля майские май турции конечно это золотое время красота теплота нет еще жары и многие конечно же приобрели путевки и сейчас такой облом потому что вроде бы с вирусом какие-то там увеличились случаи и но я знаете что заметила такую закономерность вот что у нас в стране вот у нас сейчас почти все области там в красной зоне и вы знаете что я замечаю вот как начинаются какие-то праздники так нам у нас вводится локдауны что прошлом году вот в это время что в этом году вот меня немножко это удивляет потому что вот сейчас у нас была католическая пасха впереди православная пасха и на все это время прям такой строгий карантин точно так же как и турции вот у них сейчас священный месяц рамадан начинается и тоже в это время вводят карантин не знаю как увеличились случаи заболеваний или нет я думаю что наоборот они должны были увеличиваться зимой когда холодно когда мы подмерзали мы просто простужаться могли и более восприимчивы к вирусам а наступить с наступлением весны как-то это должно все уменьшаться так всегда раньше было с вирусами вы же понимаете что вирусы есть были есть и будут и сейчас должно быть все наоборот но как так ни странно знаете такое впечатление как будто специально вводят локдауны к праздникам чтобы люди меньше собирались по какой-то причине но не знаю каждый может догадываться и у каждого значит на этот счет свое мнение поэтому вот это меня немножко так это удивляет что именно вот когда грядут праздники вдруг вирус начинает свирепствовать не знаю так ли это что вы думаете по этому поводу пишите интересно мне ну несмотря ни на что жизнь все-таки продолжается ничего с нами не случится я надеюсь поэтому я сегодня приготовлю что-то вкусненькое и у меня сегодня знаете я хочу сделать печеночный паштет и вот у меня есть кусок вот такой вот печени у меня свиная я нарезала несколько три штучки 3 луковички сейчас нажарю лука и через мясорубочку печеночку и будет такой паштетик на хлебчик намазать во так что поехали буду жарить лук и потом покажу как я все остальное делаю еще хотела сказать что я готовлю это из свиной печенки всегда потому что говяжья немного больше горчит а свиную я отмачиваю воде на полчасика и все и она прекрасна и еще и очень полезная чила плиту и наливаю растительного масла в сковородочку и конечно еще я добавляю сливочное масло у меня домашнее вот такой вот кусочек еще сливочного масло и сейчас будем жарить лучок нагрелась хорошо разогрелась сковородочка и отправляем лучок обжаривается сливочное масло как пахнет я тем временем порежу печеночку она у меня отварная я уже ее отварила она варится недолго поэтому я ее порежу и мясорубочку вместе с луком когда лук пожарится вот такие у меня кусочки получились чтобы мясорубочку можно было и все будем крутить через мясорубку лучок у нас уже пожарен вот такой вот румяненький лучок и сейчас включаю мясорубочку и вместе с луком печенку будем вот таким образом накладываем мясорубку лучок потом накладываем конечно же печеночку и все поехали ну что процесс у нас закончен перемолола я лук с печеночкой и осталось конечно нам посолить поперчить и паштетик наш будет готов к употреблению и вот у меня получился паштетик вот такой вот вот такой вот прекрасный девочки ароматный просто жареный лук и печенка это супер посмотрите такой мягкий со сливочным легким ароматом сливочного масла и в холодильничек закрываем холодильничек даем отстояться и конечно потом будем наслаждаться такой вкуснотой на хлебчик намажем и вперед всем приятного аппетита кто за столом пока